Вы говорили прежде о примерах, которые нужно приводить. Есть разумное объяснение, которое можно использовать как пример из жизни. Объяснить противоречие. Он дает пример в статье «Суть религии и ее цель». Сколько состояний проходит плод, прежде чем он приходит к зрелости? Но они умники, они видят уже цель. Я-то не вижу цели. Что ты хочешь сейчас мне сказать? Конечное исправление? Мне под нос сунуть? Я этого не чувствую. В этом все дело. Он тоже тебе вот-вот скажет, что не показывают работу глупцу посередине? И он тоже говорит об этом. Ну, я не вижу большего. Понятно мне, что я глупец. Я с этим могу согласиться. Понятно, что я не вижу совершенства. Но что ты хочешь от меня сейчас, если я нахожусь в таком состоянии? Как я в состоянии, в котором я нахожусь? Когда моя жизнь совершенно не в порядке, ничего не складывается ни в духовном, ни в материальном, нигде. Как ты хочешь, чтобы я оправдал Творца? Да. Так этот пример дает, по крайней мере, какое-то рациональное объяснение. Какая логика? Пришли мудрецы и сказали, ну, ботаники, ну и что? Они видят конец. Я-то не вижу его. Я сюда пролетаю с какой-то планеты, падаю сюда. Ну, допустим, я говорю, что это как красиво. Ну, допустим, это, мне кажется, красиво, согласно моим свойствам. Какое тут все цветение, деревья и так далее. Беру какое-то яблоко, пробую. Это перечеркивает все совершенно. А ботаник мне говорит, это совершенство, только ты еще не можешь этого увидеть. Подожди немножко, несколько месяцев, и ты увидишь, каким это будет красивым. И что я должен сказать? Так, опять-таки, во мне должна быть то, что называется вера мудрецов. Вера мудрецов — это уже нечто иное. То есть я должен быть в слиянии с этим мудрецом настолько, чтобы использовать его совершенство. Я не уверен, что ты слышишь меня. И если я использую его совершенство, тогда я могу оправдать творение, оправдать Творца. Прежде чем я прихожу к слиянию с мудрецом и использую то, что он говорит, я не слышу. Это называется, что ботаник мне ничего не говорит, что вот-вот это будет у нас. Это на уровне слияния. И тогда ты можешь использовать совершенство учителя. Где он об этом пишет? В статье в завершении книги Зонора. Он пишет в Шамате или в письмах? Как он пишет? И через группу. В этом все дело. То есть если ты не можешь достичь ощущения совершенства, которое ты получаешь от высшего, это группа и учитель, то ты всегда находишься, знаешь, как кусочек, как деревяшка в море болтается по волну. Ну, найдешь потом. Все это понятно. Муж иногда задает много таких вопросов и ищет здравый смысл в вещах, чтобы постараться понять вещи более высокого порядка. А здесь я хочу сказать, что человек не связан со всем, о чем мы здесь говорим. Здесь есть пример, который можно показать из жизни и проиллюстрировать. Да верно, верно это все. Я не говорю, что ты не можешь делать. Возьми. Ну, допустим, я не могу. Апроксимация. Апроксимация от одного к другому у меня не работает. Не работает. Я никогда не видел в жизни. Ботаника, ты можешь увидеть в жизни. Я подожду два месяца. Это в пределах моей жизни. Я увижу. Да, действительно попробую. Действительно вкусное, сладкое яблоко. Замечательно. Я вижу, что каждый, после того, как он заканчивает свою жизнь, все, где же это совершенство, где же эти все прекрасные вещи, где все это происходит. Это не может быть доказательством. Потому что там это может быть доказательством, а здесь нет. Так что ты мне говоришь? Ты объясняешь это своим ученикам, и они этим удовлетворяются. А что? Ну, не знаю. Мне лично нравятся такие примеры, как гусеница и гусеница в редьке. Тебя это успокаивает. Если ты хочешь поверить и успокоить себя, и утихомирить свою совесть, и то, что ты живешь не просто так, все-таки есть какое-то оправдание. Не может быть, что творец и природа. Конечно же, за все страдания есть потом какое-то вознаграждение. Да? Тут ты прав. Но это называется религия. Это называется религией. И этим, в общем-то, кормят людей. Успокоить их и сказать, скоро будет рай. А у нас нет. Я хочу сейчас знать совершенство. И это приходит только через слияние с группой и с учителем. Если ты не можешь это использовать, ты не можешь продвигаться. Потому что конец действия должно быть у тебя сейчас. Сейчас. Иначе ты не продвинешься ни на один шаг вперед. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok